Добрый вечер. Я Максим. В эфире. Программа. День. Люди. События. Сегодня речь о событии 23 сентября. 23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, так как именно тогда американец Джон Куртиз у себя дома произвел первую жевательную резинку. Жевательная резинка вид конфеты, которая состоит из несъедобной эластичной основы различных вкусовых и ароматических добавок. Самая первая жевательная резинка датируется 7-2В. До нашей эры она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика. А индейцы май около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева сападила. В Южной Америке индейцы, современники май, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы, и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь жвачка получила в 1869 году, благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В 1871 году Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok